Библия Итак, вот эта Библия, если кто-то не знал, это Библия на латышском языке, латышский перевод, это не единственный перевод, есть много переводов, на разные языки, в том числе на латышский язык и на латышском языке тоже есть разные переводы, с оригинальных текстов, Как это для юмора, один мальчик, ему задали вопрос, знаешь ли ты, что такое Библия? Что такое Библия? И он ответил, квитанции, удостоверение о рождении, волосы моего младшего брата, мой первый рисунок и удостоверение о браке моих родителей. Это вот как смотрит ребенок на Библию. Мы, наверное, подойдем посерьезнее к этому вопросу. С греческого слова библос, библия, значит книга или книги, к тому же в множественном числе. Библия в переводе фактически это книги в множественном числе. Книги. Итак, слово Библия, это не нечто сложное. Книги. Как ты видишь, книга одна. Но, тем не менее, в переводе это значит книги. И это правильно, так сказать, потому что Библия состоит из 66 книг, библейских книг. Отдельные книги, которые обобщены в одну. 27, фактически это Новый Завет в этой книге, и 39 книг это Ветхом Завете, тоже в этой одной книге, которую в целом называют Библией. Итак, 27 Нового Завета и 39 книг Ветхого Завета. 66 разных авторов, но у одного автора, например, у Павла, Павел, он доминирует в Новом Завете, у одного автора все-таки могли быть несколько книг, а в целом их 66 в Божьем Слове, в Библии. Даниила, 9-2. Даниил. Это слова Даниила. Первый год царя Дария. Даниил сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господня Кермия Пророку. Он сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господня Кермия. Итак, в 6 веке до рождения Христа Даниил называет Библию Словом Господнем. Святое Слово. Святые Писания. В те времена Библия не была такой книгой, как сегодня. Это было во время, когда создавалась книга Библии. И тогда эти Писания называли святыми священными Писаниями. Слова были открыты для Еремии, тут написано Пророку. И это значит, что Даниил, он читал, изучал, исследовал книгу. И конкретно Еремии, книги, в которых было упомянуто то, что Бог открыл Пророку Еремии. И это было в 6 веке до нашей эры. Не знаю, нужно ли объяснять, что значит до нашей эры, что значит после нашей эры. Но я считаю, что это не нужно объяснять. Это было 6 век до нашей эры. Даниил говорит, что Священные Писания, книги, это повестки пророков, которые обобщены в конкретной книге, которую он в тот момент читает. Библия фактически, она книга рекордов Гиннесса. Почему? Эти данные, это не самое главное, они не самые свежие. Я думаю, что цифры уже поменялись, но... Я не утверждаю, какие цифры более правильные на данный момент. Но когда была упомянута эта цифра, 6 миллиардов этих книг было напечатано. Это уже давно была написана, эта цифра написана. 6 миллиардов, и ежесекундно печатается новая Библия. Представляешь, пока мы здесь сидим, сегодня, в библейской школе, сколько Библии будет напечатано? Библия, в которой написано «не убей и не укради», эту Библию чаще всего и крадут. Это самая воруемая книга в мире, самая наиболее напечатанная книга в мире. И на втором месте после Библии идет цитата Мао Цзэдуна. Это коммунистическая книга в Китае. На втором месте, и там 9 миллионов. Представляете, 9 миллионов против 6 миллиардов. Это значит, что на каждую Мао книгу 6,7 Библии. Кто же автор Библии? Это очень интересно, кто автор. Но, основываясь на саму Библию, это освежение. Смотри, раньше я так очень убедительно, уверенно, только потому, что так я считаю, я говорил, что автор Библии – это Бог. Смотри, когда ты что-то учишь, когда ты что-то утверждаешь, ты должен это обосновать. Как мы можем обосновать то, что автором Библии является Бог? К сожалению, никак. Только основываясь на саму Библию. Поэтому, основываясь на саму Библию, автором Библии является Бог. Основываясь на саму Библию. Исход 17.14. И сказал Господь Моисею. Итак, в Библии написано, что Бог говорит с Моисеем. И Он сказал Моисею, напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу, Иисусу Навину. Бог говорит с Моисеем, и Он говорит, напиши это, то, что Я говорю тебе, чтобы передать своему помощнику Иисусу Навину, который наследовал Его служение и Его должность. Здесь можно проследовать, как создавались эти священные писания. Уже изначально Божья воля была такого, чтобы мы это записывали, чтобы мы это писали. Итак, автором Библии является Бог, основываясь на саму Библию. Но действительно ли Бог сам писал Библию? По поводу этих скрижалей, на которых было написано 10 заповедей, которые были написаны, описаны самим Богом, Его пальцем, так написано в Библии, Божьим перстом написаны, которые Моисей получил на горе. Я не могу быть так стопроцентно убежден, что сам Бог писал и рисовал, что сам Бог брал этот инструмент, чтобы гравировать в камне и загравировал. Я не могу это, так сказать, утверждать, но я не могу это исключить. Я не могу утверждать на стопроцентно это, потому что Моисей был на горе, и, возможно, Бог говорил к Моисею, а Моисей, возможно, он написал эти скрижали. Но автор в любом случае Бог. Этих мыслей автор Бог, основываясь на Божьем Слово. Есть второстепенные. Это первое, на что мы основываемся, это Божье Слово. Но, во-вторых, очевидное, очевидное невероятное или логичное объяснение тому, что мы сами видим в жизни. Есть очень много вещей, которые второстепенны, и они доказывают то, что Божье Слово – это действительно Божье Слово, истина, но это нельзя учить так, как абсолютную истину. Друзья, мы здесь, в этой школе, будем учиться Библии, а не разным глупостям. Чем эта школа будет отличаться предыдущей, которая была 9 лет назад? В этой школе не будет никаких глупостей. Что такое глупости? Ну, ладно. Это снова будет преувеличение глупостей. Но нельзя ставить какой-то пастор, что-то видел где-то, как выглядит ад, как выглядят небеса. Никто конкретно не может сказать, как выглядит там. Мы можем основываться только на Божье Слово. И даже основываясь на Божье Слово, и там нужно понимать много разных факторов, которые не позволяют нам полностью понять, как там выглядят. Но мы будем учиться самой сути, самой сути. Есть некоторые конкретные вещи, конкретные принципы, и не важно, как там выглядят. Важно, что такие места есть. И об этом нас учит Божье Слово. Но то, что учат в Библии, и что можно найти в Библии, об этих вещах мы будем учить. Но мы не можем это принимать как абсолютную истину, только потому, что вот в одном каком-то местописании, главе, вот так упомянуто. О том, как нужно читать Библию, как ее нужно понимать. Об этом мы все будем учиться, чтобы ты здраво мог читать Божье Слово, чтобы ты здраво мог понимать и действительно применять в своей жизни. Поэтому кто автор Библии? Бог. Но там сто вопросов. А как Бог это написал? Как Бог написал Библию? И ответ тут же, в Божьем Слове. Второе Петра, 1, 20. 21 стих. Произносимо по воле человеческой. Зная, прежде всего, то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произнесено по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Итак, Божье Слово вдохновлено Богом. Божьи люди писали то, что получили от Бога, будучи движимы Духом Святым. И я действительно не хочу, чтобы мы были такими темными и так прямо воспринимали все и не учитывали такое очевидное. Хотя вера в Бога это не основывается на логичном, но все-таки логика имеет огромное значение. Святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Итак, второе послание к Тимофею, 3 глава, 14-15. Павел говорит, что ты знаешь священные писания с детства. Это те книги, которые были на тот момент. Те писания, которые были на тот момент, сейчас это дополнено, и в том числе этим местописанием. Итак, все эти местописания вдохновлены Богом. Все писания богодуховенно. Все писания богодуховенно. Итак, автор Бог, писали люди, но вдохновлены Богом. Богодуховенно. Когда Моисей говорил с Богом, Бог ему сказал, пиши то, что я тебе говорю. И сегодня у нас есть 5 книг Моисея, 66 книг, и есть еще больше, но не все вот в канонической Библии имеются. И не то, чтобы те книги, которые не вмещены сюда, они плохие, и их нельзя читать. Таких можно читать, но гораздо проще. Это такая стабильность и безопасность вот здесь, в этих 66 книгах, которые однозначны, признаны, которые соответствуют всем критериям, о которых мы потом еще поговорим. Богодуховенно. Вдохновлено Богом. Когда я проповедую, я проповедую от Божьего Слова, я не читаю только Божье Слово, какие-то местописания. Я говорю, что это говорит пастор, но тем не менее, и через это говорит Бог. Я говорю, основываясь на Божье Слово, получаю некие вещи. Это не нечто такое особенное. Это не во сне у меня появилось. Вообще со снами лучше не захватываться. Какие-то сверхъестественные голоса тоже лучше не увлекаться. Я не советую тебе вообще ничего, что отличает здравый смысл. Я не советую тебе ничего, что не соответствует Божьему Слову или знанию Божьего Слова. Самое главное, что нужно, это знать Божье Слово и здраво его понимать. Если я говорю в соответствии с Божьим Словом в контексте и вдохновлённый Богом, то это фактически похоже. Божий человек говорит вдохновлённый Духом Святым. И ты тоже в своей жизни можешь получить какие-то разные указания, но нужно основывать на уже имеющихся знаниях о том, какой Бог. Итак, как написал Бог Библию? Бог сам, к сожалению, Библию не написал. Как бы мы все этого не хотели. Очень многие так хотят, чтобы Бог сам это сделал, написал. Это было настолько свято и торжественно. Но нет, их просто печатают на типографии. Просто печатают на типографии, на бумаге. В данном случае ещё в кожаном переплёте. Мне нравится эта Библия. Для меня только здесь буквы немного маловаты. Мне надо побольше, чтобы я мог читать. Не, я вижу, но начинаю зажимать глаза, если долго читаю. Идём дальше. На каком языке написано Библия? Это очень важно, не так ли? Ветхий Завет И большая часть Нового Завета написана на еврейском языке. Кроме самых новых манускриптов, это не современные, но они немного моложе. Они были написаны на армейском языке. И первые писания были созданы, что зафиксировано в это время, когда были написаны эти священные писания в 1450 году до нашей эры. Примерно 1400 лет до нашей эры. Получается, что уже примерно 3000 лет. Последние, примерно 400 лет до нашей эры. Ветхого Завета писания. 400 лет до нашей эры. То есть до нашей эры прошло ещё 400 лет, когда уже никаких особых писаний не было в этом каноне. Итак, Ветхий Завет был написан в течение периода тысячи лет. Представляешь, книга. Как Бог писал? Тысячу лет он писал. Тысячу лет он писал. Ветхий Завет. Потом 400 лет. Такой момент тишины получается по нашему контексту. И это центр, это между Ветхим Заветом и Новым Заветом это пришествие Иисуса Христа. И в Новом Завете Новый Завет был написан на греческом языке. Авторы Ветхого Завета, евреи, пророки, судьи, разные лидеры. Но в Новом Завете тоже евреи, кроме Луки, но по профессии он был врачом. Рыбаки, мытари, религиозные учителя, разные люди. Я даже не думаю, что они так писали с такой мыслью, что вот это я хочу записать. Напишу это, потом через какое-то время поставлю в этот канон, чтобы это вошло в канон. Но они были созданы. И примерно... Новый Завет был написан с 40-го по 90-й год нашей эры, то есть в течение 50-ти лет нашей эры. С 40-го по 90-й год. Примерно в течение 50-ти лет. Ветхи Завет и Новый Завет. Ветхи Завет и Новый Завет. И как нам на это смотреть? Одни говорят, что Ветхи Завет — это кровавый, поэтому его не нужно читать. Дорогие друзья, оба Завета, они не противоречат друг другу. Ветхи Завет и Новый Завет. Они дополняют друг друга. И главное, они неразделимы. Библия, Ветхи Завет, Новый Завет, в общем, они неделимы. Нельзя только Ветхи Завет читать или только Новый Завет читать. Чтобы ты полную картину видел о том, какой Бог, чтобы Его познать, тебе нужны оба эти книги, это Завета. В Ветхом Завете пророчествуется о том, что придет Иисус Христос, а в Новом Завете Христос уже пришел. В Ветхом Завете люди верили во Христа, который придет. В Новом Завете люди верят в Иисуса Христа, который уже был, пришел. И эти Заветы неделимы. Говоря о Заветах, говоря о Заветах, какая связь книги с Заветом? Это книги. И книги называются, обобщены в Новый Завет, в Ветхий Завет. Что же такое Завет? Нет, это договор с Богом, что человек будет со своей стороны выполнять свои обязательства, а Бог со своей стороны. В Библии есть обетования, которые Бог обещает. Вдохновленные Духом Святым люди вдохновлены, пишут, оставили нам эти свидетельства. Обещания, которые мы должны выполнить, для того, чтобы Бог выполнял свои. И в целом Библию называют и Ветхий Завет, и Новый Завет Библии. В Ветхом Завете через заповеди нельзя, не укради, не убей, не будет тебе. А в Новом Завете через веру во Христа ты можешь. Если в Ветхом Завете запрет, то в Новом Завете ты можешь. И появляется очень много такой неправильной реакции. Если Библии не понимают нормально в контексте, к тому же Ветхий и Новый Завет в совокупности, нужно помнить всегда, об этом мы еще будем учиться, я сразу же тебе говорю, что Ветхий Завет мы читаем в контексте с Новым Заветом. в самом центре, придерживаясь слов Иисуса. Но мы не отбрасываем Ветхий Завет. Итак, новая картина. Дальше. Я упомянул слово канон. Канон. Что же такое канон? Вот это эти 66 книг Библии. Это так называется канон Библии. Библейский канон. И еще слово синод. Что же такое синод? Синод — это... Если речь идет о религии, это собрание высшего духовенства. Синод — это собрание высшего духовенства. А высшее духовенство, и в те времена, о которых мы сейчас будем говорить, это были самые авторитативные представители церкви. Здесь речь идет о всемирной церкви, о разных конфессиях, разных направлений. И вот эти собрания, я не буду их упоминать, чтобы не усложнять, сколько было этих синодов, где они были. Но они были, и эти синоды, они собирались вместе и решили, какие книги включать в канон, которые мы сегодня видим, а какие нет. И были критерии, по которым определяли, какие книги включать, а какие нет. Итак, все синоды соблюдали следующие принципы. Во-первых, чтобы был ли автор книги апостолом? Если не был, был ли он в тесном контакте с апостолом? Второе, была ли принята книга всей плоти? Была ли плоти Христа? Или приемлема только отдельным каким-то направлением? Третье, согласована ли была книга с доктриной и содержала ли правильное учение веры? Здравое такое учение библейское, церковное. Четвертое, содержала ли книга высшие моральные ценности и духовные ценности, которые отображали действия Духа Святого? Вот такие критерии. И в разных синодах что-то там отличалось. Например, сегодня канон 39 Ветхого Завета, в Новом Завете 27 книгах, но есть отличия. В римской католической книге Библии... Ты читал? Видел такие книги Библии, которые больше? Там несколько книг, ну, больше книг. Не нужно бояться, не то, что их нельзя читать, но я бы порекомендовал придерживаться, если ты читаешь Божье Слово, придерживаться такой последовательности, что этот канон, он был сверху, а потом все остальное, если ты хочешь познать, изучить. Но учитывая, что вообще люди мало читают Библию, то о каких еще дополнительных канонических книгах вообще можно говорить, о каких апокрифах можно говорить? Это дополнительные книги, которые называются апокрифами, которые не включены в канон, а их называют апокрифами. Если вообще мало читать Библию, то я думаю, этот вопрос вообще лишний. Предупреждать тебя, что эти книги не нужно читать. Ну смотри, ты можешь их читать, но основой все-таки придерживайся эти книги. И в этой книге придерживайся в основу Евангелия. В Евангелиях основываясь на слова Иисуса. А в словах Иисуса придерживаться контекста, они не буквы, а духа, которым говорит Иисус, учитывая географию, место, политику. Римская католическая Библия. Частью Ветхого Завета включены семь дейтероканонических книг. Семь. Это важно вообще? Какие это книги? Они там есть. Православные. Ни в одной из признанных конфессий, консилий, там было целых семь консилий православных, от которых из этих консилий приходили на сенот, в этих восточных книг, не принято решение о количестве книг. У них не 66. Они до сих пор пишут. Это значит, что для них устно гораздо важнее, чем написано в Божьем слове. Но если это не зафиксировано, не написано, очень легко отлучиться от самого ясного, поэтому важно придерживаться канона. В православных церквях, в библейских изданиях, у них количество этих дейтероканонических книг гораздо больше. Но помни, правильной последовательности нет проблем. Неважно, это православная, католическая, одна и та же Библия, какая разница. Главное, последовательность и канон, и все остальное приложится. Супер, не так? А в Эфиопии, в Эфиопийской церкви, они мудрее, чем мы здесь. В Эфиопии, в церкви, есть два, обширный и более узкий канон. Хочешь такой канон, вот тебе такой, обширный, хочешь поуже, попроще, узкий. Там, Евангелие от Матфея, и все. Ладно, ладно, я преувеличиваю, это шутка. Ну, у них два таких. Там, например, книга «Иноха», и другие. Юбилею книга. Я, если честно, не читал. Я их не читал, если честно, я с этими уже не справляюсь, куда еще брать? Мне кажется, вообще, если люди подчеркивают какие-то апокрифы, мне кажется, они не читают Библию. Для них интересно что-то новое, что-то скрытое, какая-то мистика. И они стараются познать самого Христа, Бога. Они мистики такие. Ну, ладно. Что же такое Библия? Такой простой вопрос сегодня. Что значит слово Библия? Кто автор Библии? Как Бог написал Библию? Ветхий Новый Завет, Канон, Синон. Что же такое Библия? Итак, в трех словах. Откровение Божие людям. Библия – это откровение Божие людям. Итак, Бог открывается людям через Библию. Через Библию каждый человек может сам познать Бога лично. Сам. И вот почему во время СССР Библия была запрещена. Что произойдет в таком режиме коммунизма? Люди сами начинают познавать Бога и поймут, что Бог их создал свободными. Свободными людьми. Свободными со свободной выбором. Что же произойдет, если люди начнут осознавать себя как равными, равными Божьего создания. И все. Теория Дарвина коту под хвост, что ответственность не только перед людьми, но и перед Богом. Итак, это откровение Божие людям. И вот это зафиксировано. В Писаниях, в Библии открыт Он и Его принципы. Он Сам и Его принципы. В Писании открыт Он Сам и Его принципы. В Ветхом Завете мы читаем, например, в Второзаконии в Второзаконии 12.5, но к месту, какое испорядок Господь, Бог ваш из всех колен ваших, чтобы пребывать имени Его там, обращайтесь и туда приходите. И туда приносите возожжение ваше, и жертвы ваше, и вестины ваше. Итак, Бог отправил людей в свое место. Там была Святая Святых и в Ковчеге находились каменные скрижали с Божьим Словом. В самом центре Святая Святых. Святая Святых была вокруг Божьего Слова. В центре Божье Слово. Скажи, Божье Слово. В Ветхом Завете, смотри, пока остальные иногда зацикливаются на каких-то хронологиях, зацикливаются на родословную, они не видят самое главное, самое важное. В центре было Божье Слово. В Ковчеге. В Ветхом Завете Бог открылся через Ковчег Завета, в котором находилось Божье Слово. Бог открылся через Свое Слово. И там был Свой порядок. Не все нам понятно до конца сегодня, но там был Свой порядок, как это все происходило. Сегодня, друзья, Бог открывается через Своё Слово. Чудесное обобщение книг, чудесный канон. нам не нужен Ковчег, где только 10 заповедей. У нас очень хорошее обобщение, которое изучая и читая, мы открываем Бога. И вопрос о том, откровение Бога, Бог открывается, Бог сам по себе, Он не открывается, кроме каких-то особенных случаев, и в особенных случаях, все равно людям приходится открывать Бога. это значит, что мы сами Его открываем. Мы открываем Бога. Он открывается нам. Когда мы открываем Его, Он открывается нам. И Он это делает тогда, когда мы изучаем Божье Слово, когда мы читаем и слушаем здравое Божие учение, и библейскую школу сейчас в этот момент, мы открываем Его, Он открывается нам. Он открывается нам. Господь благ. Аминь. Откровение Божьей людям. Библия — это Божье Слово. Божье Слово. Иоанна 1.1. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Бог сам от Своего Слова не делим. А теперь очень важная мысль. Почему я говорю «мысль»? Потому что единственный способ контакта человека с Богом — это мысль. Единственный. Единственный. Вначале было Слово. Вначале было Слово. И Слово в определении, в представлении, в словах, в буквах. это идея, мысль. Изначально это мысль. Словами мы выражаем мысли. Художник свои мысли выражает в картинах или еще как-то. Разные способы выражения, которые выражают мысль, идею. И тот способ, как Бог контактирует с нами — это, в первую очередь, мысль. Фактически, единственный способ, как Бог способен открыться через мысль, через свою мысль. И более того, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. А Слово, друзья, — это мысль, мысль, понятная тебе. Это неважно, какой язык или способ выражения, но это мысль. Слово стало плотью и обитало с нами, полная благодатья и истины, и мы видели Славу Его, Славу, как единородного от Отца. Слово стало плотью и обитало с нами. Когда Бог пришел на землю, в Иисусе Христе, в теле человека, они говорили, что это Слово, которое обитало среди нас, которое мы могли потрогать. Он неотделим от Божьей мысли, от Божьего Слова. И только на уровне мысли — это, в первую очередь, как мы его можем воспринимать. Итак, единственный способ контакта с Богом — это мысль, в первую очередь. И Библия — это мысль, это Божьи мысли, которые открыты на нам помнятный язык. Эти мысли, эти слова способны изменять жизни людей. Эти слова имеют способность изменять жизни людей. Они откликаются в сердцах человека, потому что это уже изначально вложено в нас. Бог так создал человека по подобию Своему. И Божье Слово, как я упомянул, когда мы в библейской школе, я не могу учить то, что не соответствует Божьему Слову, потому что это библейская школа. Я учу Библии, но ты сам должен применять эту истину библейскую. Мы здесь не можем учить какие-то видения и придуманные вещи, или что-то другое, только основываясь чётко на Божьем Слове. Ну вот такое объективное и второстепенное доказательство, что Бог, они откликаются в наших сердцах. Откликаются, и всё, эти слова. Это второстепенное доказательство, что Божье Слово написано Богом. И меняет жизнь. Сегодняшний отказ от норм библейских не основан на логических доказательств, а на субъективных доводах, какая должна быть хорошая жизнь. И первую тему мы сейчас уже скоро закончим. То, что я сейчас скажу, это не было в старой школе. И ещё кое-что не было, что я буду сегодня учить. Но это однозначно не было, это новое. Что такое... Чем Библия не является? Чем не является Библией? Дорогие друзья, Библия — это не научная книга. Библия — это не научная книга. Хотя в Библии имеются удивительные научные факты, удивительные научные факты, которые в нашем понимании в то время, в современном понимании нельзя было знать в те времена, но это записано и зафиксировано в Библии. Например, Индусы верили, что земля стоит на слонах. Греки считали, что на титановом Атланте, на его спине или на плечах. Иудеи. Иудеи — это написано в Библии. Иудеи считали, что земля... Земля плоская. Иудаизм и сегодня популярен. И в Латвии тоже. Что плоская земля, и он читает, и... сравнительно недавно. Но вот это время, которое написано в Библии, никто этого еще не мог знать, что земля круглая. Но книга Иова — это одна из старых книг. И там есть такое местописание. Иова 26,7. Иова 26,7. Он держит землю, которая ни на чем. Повесил землю ни на чем. Это же научный факт. Научный факт. Пока другие народы верили в мифы, плечи титана, три слона, иудеи сами считали, что плоское... И не считали, что мягкое или твердое небо, что там только не написано. Но Иов говорит, нет, нет. Повесил землю ни на чем. Она свободно просто висит. Но Библия — это не научная книга, в первую очередь. Но в Библии имеются научные факты. Это не научная такая книга, поэтому неправильно. сегодня мы, наверное, до этого не дойдем. История про создание. Как Бог создал человека, сколько дней, как все выглядело. Есть люди, которые верят буквально, научно, верят буквально в то, что написано, что Библия — это абсолютная истина, но такая истина, которая, ну, фактически может начать граничить с такой темнотой, которая противоречит очевидному и доказанным фактам. Я лично больше склоняюсь к такому научному креационизму. Что же это такое? Я учитываю факты, которые видят мои глаза. Я учитываю научные достижения. И на Библию я смотрю в первую очередь как на духовную книгу. И только потом если честно, как на научную книгу я не смотрю на Библию. Я не думаю, что в те времена, более чем тысячи лет назад, люди могли знать больше, чем сегодня. Но если кому-то нравится верить так буквально, тогда можете так делать. Нет проблем. Но хотя это тоже неправильно сказано, могут и быть проблемы. Могут быть проблемы. Но есть разные люди, разные группы, как верят. Итак, Библия это не научная книга. Что же еще? Чем еще не является Библия? Это историческая книга? Это историческая книга? Как будто бы это? Историческая книга. Но она не точная историческая книга. Она не научная книга, в первую очередь. И во-вторых, не точная историческая книга. Есть многие вещи, которые абсолютно невозможно привязать к исторической литературе. Скорее, это сказки, кое-что, кое-какие книги, которые не соответствуют реальным доказательствам и историческим фактам. Но очень много из Библии мы можем узнать о истории, истории того времени. Итак, мы прошли первую тему, что такое Библия. Будет сейчас вторая тема. Что такое Библия? Это самая популярная книга. В переводе это значит книги, которых 66 в целом. Автором Библии является Бог, но написали люди, вдохновленные Духом Святым, Ветхий и Новый Завет, Неделимый, Канонный, Синод, Верховное Духовенство, которое собралось вместе и по разным критериям сказали, что будет в основе, остальное потом. Библия — это открытие, откровение Божьим людям, Божье Слово. Единственный способ, как Бог может контактировать с людьми, это мысль. И чем не является Библия, это не научная книга и не точная историческая книга. Редактор субтитров А.Семкин